Если у тебя есть боль в пояснице, и ты не знаешь, как с ней справиться, а еще хуже, у тебя была боль в пояснице, тебе ее полечили таблетками, и она пришла, посмотри обязательно это видео, потому что проблема сохраняется, она не устранена, и дальше твоя поясница дает о тебе знать. Я Забродин Михаил, врач-травматолог-ортопед, мануальный терапевт, преподаватель и специалист в методике педиар. Я все знаю в опорно-двигательном аппарате, я знаю, почему он именно у тебя болит. Присоединяйся, смотри клинический разбор. Плюс 50 тысяч просмотров. Да. Были какие-то операции? Нет. Не было ничего? Ошибы, падения? Да. Были. Сегодня у нас на разборе пациентка с жалобами на боль в пояснице и боль в области таза, плюс периодически боли в коленах, вставах. Бывает иногда грудной отдел. Крудной отдел. Тогда вопрос. Как правило, нас учат следующему в медицинском УЗИ. Болит поясница, я ее должен обследовать. Это рационально, да? Вы можете сделать МРТ, потому что не исключено, что может быть грыжа диска, могут быть какие-то образования, могут быть переломы, если в анамнезе была травма. Но, если у вас болит поясница и никогда не было травм, то, как правило, причина находится абсолютно в другом месте. Очень часто боли в поясничном отделе позвоночника присутствуют, когда были операции на органах брюшной полости, на органах малого таза. Это мог быть падение на копчик. Это могут быть любые травмы со стороны нижней конечности. И наша задача, выполняя тестирование, тестирование этих мышц, найти причину, почему боль в пояснице. Есть предложение. Я тестирую сейчас заднюю поверхность туловища, выполняя такой тест. Давите, пожалуйста. И не работает. По этой причине очень часто люди сутулятся, особенно дети. Я тестирую переднюю поверхность тела, и не работает шея, не работает живот. И моя задача сейчас найти ту зону в теле, которая может быть расположена где угодно, которая включит эту мышцу. Это один рак. Согласна? Да. Для этого мне необходимо узнать, какие были травмы, операции. Расскажите. Операции не было. Травмы были, падение. На коньках упало. На какую область? Ну, я падала три раза, третий раз очень сильно упала. Я даже на спину. После этого у меня... Удар куда пришелся? Наверное, область поясницы. Область поясницы. Хорошо. Я придавливаю сам поясничный отдел позвоночника. Почему придавливаю, позже расскажу. Давите. И легче. Давите, давите. Легче не становится. Ровненько стойте. Ровненько. Еще раз. Стало легче. Давите. Придавливаю. Давите. Не помогло. Пациентка пытается компенсировать. Я могу для теста взять... Давите. Мышцы плечевого сустава не работают. Я придавливаю поясницу, зону травмы. И не работает. Далее. А давайте посмотрим, что поменяется, когда мы протестируем эти же мышцы в позиции сидя. Давите назад. А так, давите. Работает. Причем, в позиции сидя я больше нагрузил поясницу и таз. И, безусловно, когда у пациента есть проблемы в этих регионах, будет становиться хуже. В травматологии, когда идет острая травма поясничного отдела позвоночника и перелом поясничных позвонков, исключено позиция сидя. Здесь стало лучше. Напишите в комментариях, где в пациентке проблема. Далее у меня, скорее всего, проблема со стороны нижней конечности. Потому что мы убрали нагрузку. Сейчас мы по очереди подвигаем левой ногой, потом правой. Я протестирую, при нагрузке на какую конечность она будет выключаться. Подвигайте левой ногой колено, стопа, голеностоп. Хуже не стало. Подвигайте колено, стопа, голеностоп. Далее. Если вы после этого скажете, давайте полечим поясницу, да, имеет смысл. Поскольку там во время боли появляется отек, появляется воспаление связок, появляется какой-то сосудистый компонент. При купировании этих жалоб, этих проблем, пациенту будет становиться лучше. Но как только будет идти нагрузка на правую ногу, а во время ходьбы идет нагрузка, все это будет рушиться. И, к сожалению, наступит тот период, когда здесь будут настолько необратимые изменения. А вы их, в принципе, просто игнорировали. А вам уже сейчас поясница говорит о том, что здесь плохо работает. И на это нужно обратить внимание. Не как врагу, а как подсказки на то, что есть проблема. Нужно найти, где эта проблема. У кого-то это будет проблема с удаленным зубом. Вы нагрузите зубки. Нагрузите. Давите. Кто-то выключится. Ему будет хуже после приема пищи. Теперь мне нужно найти причину. Либо это колено, либо это стопа-голеностоп. Прямой ножкой стопу не двигать, коленом подвигайте. Давите. Это не колено. Стопа-голеностоп. Пока вы не полечите дисфункцию в этой области, а это, как правило, травмы, поясница никогда не пройдет. Но если вы полечите эту зону, боли в пояснице уменьшатся гарантированно, и они уйдут. И благодаря этому лечению, а мы будем использовать методику PDTR, это метод нейрорецепторной терапии, который позволит не вылечить болезнь, а ее вылечить в данном случае нельзя, а сделать пациента здоровым. Это принципиально разные подходы. Далее. Снимать обувь. Почему пациентки периодически болят коленные суставы? А в молодом возрасте суставы не должны болеть. Я тестирую левую ножку. Это прямая мышца левого бедра, она не работает. Прямая мышца правого бедра, она не работает. И справа хрустит, слышите? Я придавливаю стопу. Почему я придавливаю? Во время травмы, как правило, каждый из нас, он либо придавливает, либо проглаживает место травмы. Это часть противоболевой системы, которая встроена в наш организм. И когда мы придавливаем зону травмы, боль уменьшается. Аналогичную позицию я использую сейчас. Вот здесь я придавливаю зону, стало лучше. Согласны? Аналогично. Дайте вверх, стало лучше здесь. Теперь квадратные мышцы поясницы. Это мышцы, которые стабилизируют поясничный отдел. Держите. Не поднимая ножками влево. Они не работают. Эта мышца насколько сильная, когда я тестирую ребенка 7-летнего, если мышцы работают, я никогда их не перетяну. Давите влево. Где вау? Вау. Круто. Круто? Чувствуете? Лечение этой травмы добавит ресурс и нормализует биомеханику этого региона. И высокая вероятность, что здесь клиника уйдет, и эти суставы будут работать полноценно хорошо. Это зона по внутренней поверхности стопы. Вот она. Дайте. Я набираю ряд провокаций. Большой пальцисустав образуется. Дайте. Для лечения мне необходимо собрать все компоненты, которые мозг получил в момент травмы. Его воспроизвести. Ножки, пальцы прямо. Я смотрю и здоровую стопу тоже. Тонус на ногах нормализовался. Я догружаю таз. Дайте. И сейчас, когда кто-то из вас напишет в комментариях, так не бывает, так бывает, не нужно здесь выполнять ударные техники, не нужно стучать зубилом по позвонкам. Здесь все, мышцы включились, дальше организм будет сам исправлять это все. Во время приема, однозначно, я здесь проверю связки таза. Во время приема я посмотрю органы. Они тоже могут создавать клинику боли в поясничном отделе позвоночника. Во время приема я буду нагружать другие части тела. То есть мы будем прыгать. Возможно, есть еще что-то, что будет выключать поясницу. Я это полечу. Поднимайтесь. Тело стабильно. Дайте. И те, кто занимаются лечением протрузии и грыж, действительно это все уходит. Когда включены мышцы туловища. Попрыгайте. Дайте. 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 Вау. Вау. Далее. Я сейчас посмотрю локально связки таза. Я думаю, что если здесь все хорошо, мы можем нашу пациентку отпускать. Ложитесь на живот. ТС икроножная мышца. Давите. Ее нет. В том состоянии, в котором она должна быть. Гипотония. Что может быть еще? У девочек очень часто есть рубцы после кессориосечения. И плюс места выполнения эпидуральных анестезий. Эти зоны могут сильно нагружать нервную систему. Они будут нагружать вашу поясницу. Самые худшие МРТ, которые когда-либо видел, там где нет в принципе поясничного отдела позвоночника, он просто стер там грыжи, протрузии. Резкая нестабильность, жуткая. Это там, где неоднократно был порезан живот. И на это стоит обращать внимание. Здесь гипотония. Не было эпидуральных анестезий. Давите. Я стабилизирую. Крестово-поздошный сустав не помогло. Крестово-поздошный сустав с правой стороны не помогло. Л5-С1. Дайте. И эта дисфункция, конечно, может создавать, безусловно, боль в пояснице. И мы ее сейчас тоже пролечим. Дайте. С левой стороны нет. С правой стороны. Да. Причем, есть пациенты, которые жалуются на боль в области копчика. Иногда это даже не копчик, но часть крестца. Но пациенту все равно. Все, что здесь, это копчик. Все, что здесь, это иногда поясница. Болит поясница, они показывают пальцем. Где болит? Не болит, а чувствительность. А здесь? Здесь больше? Да. Теперь руку поставьте вот сюда на Л5-С1. А теперь? Чувствительность, но меньше. То есть, это все связано. Это точки болезненности, вот здесь, в области крестца. И они уменьшаются, как только мы полечим эту зону. Этот прием может занять 5 минут. 10 минут. Дайте. Дайте. Икроножные включились. Здесь спокойно. Здесь. Не больно, но чувствительность. Ну, что-то поменялось по сравнению с тем, что было. Значит, когда пациент падает, он бьется копчиком. Энергия, травма уходит на поясничный отдел позвоночника. Аналогичная ситуация, когда мы бьемся головой, страдает шейный отдел. Я могу также нагрузить крестец, скобчик. Дайте. Если у меня снизился рефлекс, это дисфункция, которую нужно устранять. Здесь нет такой проблемы. Дальше я под разными углами нагружаю связки таза. Дайте. Я смотрю определенные связки, которые называются желтые связки. Дайте. И они могут давать клинику аналогичную компрессию нерва. Дайте. И, к сожалению, когда вам выполняют МРТ, и там очень часто мы находим грыжи, ставят знак равно с этим нарушением. Но лечение этой грыжи может не дать никакой положительной динамики. Почему? Потому что проблема будет исходить, скажем, из связочного компонента. Здесь нет этих нарушений. Я могу растянуть позвонки. Эти все нагрузки адекватно воспринимаются нервной системой. Далее. Подвигайтесь, расскажите, что с поясницей. Наклоняйтесь. Если пациент говорит о том, что появляется боль в пояснице при наклоне, я дальше буду смотреть во время наклона. Наклона может нет, сейчас растягиваются. Что-то помялось? Хорошо, все, 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 все. Наклоняйте еще. И обратно. Не растягиваться, не третяйте мышцы. Дайте. Наклоняйтесь в эту сторону. Я сейчас растягиваю разные связки. Дайте. Ни одно из движений. Дайте. Назад. Ну, усилий. Вот. Все. Дайте. Эти движения абсолютно спокойны. Дальше мы пациентку отпускаем на неделю, на две. За это время меняется здесь все. Если какие-либо жалобы сохраняются, дальше разбираемся, смотрим, что им можно корректировать еще. В зависимости от длительности существования болевого синдрома, в зависимости от степени остроты процесса, мы можем разгрузить поясницу, назначив бандаж. Здесь это не требуется. Мы можем затейпировать. Мы можем назначить физиопроцедуры нестероидно-противовоспалительные, если это требует ситуация. Но, как правило, даже без этих процедур все проходит в течение двух-трех дней. Физические нагрузки показаны, но дозированы. Если во время нагрузок у вас появляется боль со стороны поясницы, вы стараетесь их пока избегать. А если боль продолжается в течение недели-двух, тогда на приеме вы мне показываете. Когда я наклоняюсь вот так, у меня не болит. Когда я наклоняюсь, так болит. И я дальше смотрю, что под этим углом у меня должно включиться и почему появляется боль. Возможно, под этим наклоном у вас растягивается какая-то связка. Возможно, это вообще растягивается связка на руке. Возможно, под этим наклоном у вас выключается пласт мышц. Я должен это протестировать и устранить эту проблему. Вы волшебник. И подведем итог этого видео. Если у вас болит поясница и никогда не было травм этого отдела, как правило, проблема не в самой пояснице. Она страдает вторично из-за того, что снижена стабилизация. У данной пациентки было нарушение в правой стопе из-за травмы. Поэтому, как вы понимаете, лечение просто поясницы обычными способами неэффективно. И этот отдел будет постоянно изнашиваться. И, конечно, будет появляться нестабильность. И пациенту, пациентке с каждым годом будет становиться хуже. Я уверен, что вам понравилось это видео. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Если вам понравился именно метод ПДТР и вы хотите им овладеть, приходите к нам на обучение по ссылочке в ниже. Мы проводим обучение в разных городах. Обучение занимает 10-12 месяцев. В течение года вы станете мега крутыми специалистами и сможете так же. Меня зовут Забродин Михаил. Всем пока. До новых встреч. Будьте здоровы.